Правила игры очень сильно изменились, и сегодня от абитуриента зависит значительно меньше, чем от его среднего балла. То есть ему надо просто хорошо учиться в школе, а потом идти уже с поднятым забралом спокойно. Мы-то шли в других совершенно условиях, когда большая часть мест в престижных вузах сразу отдавалась каким-то представителям союзных республик, каким-то пришедшим из армии, дополнительным сельскохозяйственным отличникам, которые, в общем, конечно, не могли учиться нормально. И вот сначала я училась на философском факультете, и когда понаехали люди из союзных республик, то они плохо говорили по-русски. И для нас было самым интересным, как они издают какую-нибудь историю философии, логику. Они издавали лучше нас. Им сразу стали пять, говорили, иди, все равно это... Но я не знаю, какие советы можно дать сегодня, потому что другая молодежь, другие запросы, другое все. Ну, конечно, мы обкладывались, обвязывались шпаргалками, у нас все коленки были исписаны датами на истории, формулами на математике и так далее. Ну, я, как бы, что называется, недолго была студенткой в том смысле, что уже на первом курсе Лит-Института я рождала близнецов и всей прелести студенческой жизни так и не познала. Только ее познала, глядя потом на своих сыновей, которые уже, учась, отрывались за себя самих, за того парня, за меня и так далее. Продолжение следует...